раз раз ну что дорогие друзья всех я приветствую на моем видео и наконец-то дождались это у нас delta force демо версия она вчера стала доступной я добавлял себе эту игру желаемую в стиме и мне вчера пришло оповещение что игра наконец-то релизнулась в демо но она релизнулась сегодня хочу для вас снять очень короткий достаточно информативный обзор на эту игру и прийти к заключению стоит ли вам эту игру качать потому что покупать ее не нужно ее можно скачать бесплатно поэтому переходим к видео поехали в этой игре есть режим тактическая суматоха хаос войны и компания про тактическую суматоху я вам могу сказать что это режим наподобие таркова или арены breakout хаос войны это режим это режим напоминает мне battlefield вот прям один в один battlefield с теми же режимами а компания а раньше пока она еще не доступна но я так думаю это будет какая-то сюжетная часть давайте перейдем сначала хаос войны значит что мы здесь видим сейчас мы перейдем к персонажу но давайте им сначала покажу карта на этом режиме значит атака и защита потом будет у нас захватить потом вспышка и штурмовик значит атака и защита это но это все режим можно сказать из батлы захватить я так понимаю это будет типа контра страйка вспышка штурм тут так и написано внизу штурм отрезание крылья бесконечный судный день штурмовик вот это я не знаю как когда выйдет протестируем смогу сказать больше давайте перейдем в тактическую суматоху значит тактическая суматоха это режим таркова у вас есть вот например стандартная менюшка и кстати в этом режиме тактической суматохе у вас будет больше выбор оружия потому что в хаосе войны если вы хотите например запуститься просто так онлайн вам уже доступно все сразу оружие вот давайте сразу перейдем к оружию здесь есть достаточно неплохой выбор может он будущем даже будет увеличиваться значит присутствует также прокачка оружия я вчера поиграл вот например с этой снайперской винтовкой она у меня уже 2 уровня вот так выглядят здесь уровни со временем будет открываться разные модули так внешний вид также есть скорее всего будущем наверное будут какие-то скины пока не знаю об этой игре никогда ничего не слышал просто я узнал от друзей что эта игра будет на подобие арены breakout говорят что она будет лучше я это просто добавил в магазине в стиме и оказывается она еще и бесплатно вышла такая здесь прокачка самое элементарное тут особо много достаточно много модулей есть на разное оружие они разные понятное дело можно вот например кастомизировать но давайте мы это оставим пока что оружие вам показал выбор в принципе есть но он небольшой будем надеяться что со временем он увеличится пистолеты пистолетов тут всего лишь 6 штук дальше нож один он всего в этой игре пока один но это и демо версия в любом случае будет увеличиваться лазерный указатель этот лазерный указатель и типа прибора как у из battlefield а к ты подсвечиваешь других игроков и он кстати неплох неплох можно его использовать особенно с ним можно хорошо просвечивать игроков есть она брошен дым это помогает подсвечивать например технику а маячок вас возрождение ну говорит сам за себя позволяет противника бой позволяет союзникам или самому тебе спавниться рядом возле этого майка есть доступные 5 пресетов то есть вы можете заранее настроить себе персонажа с разным оружием я так и сделал но к сожалению можно использовать только одного оперативника то есть нельзя вот например первый оперативник у нас луна например второй оперативник у нас еще кто-то я еще пока их не выучил 3 оперативник еще хорошо значит оперативники в этой игре есть 7 оперативников я поиграл вчера за каждого не могу с уверенностью сказать что есть два самых имбовых смотрите лют люто волк давайте мы просто будем полком называть значит этот парень умеет интересные вещи может удобно очень предпросмотр делать что он умеет вот он и зависит из-за скелета может быстро ускоряться потом у нее и стройную бластер на самом деле я вчера играл в пвп режим это достаточно слишком имбовая вещь закрытых помещениях также если еще тактическая граната и есть тактический подкат ну я не вижу в нем никакой тактики прям значит есть очень красивый безумно лютейший скин и перец в этой игре но он к сожалению недоступен пишут что он станет разблокированным событием но я так понимаю все игроки его ждут потому что он самый красивый значит у нас здесь дальше медик есть также предпосмотр я не вижу смысла слишком рассказывать что делает каждый стреляет шприцами значит у нас есть дымовая завеса дальше дымовая граната то есть у нас медик прям спец по дыму и он может быстро поднимать противника с пола дальше у нас есть пастух кстати как этого зовут зенгер а этот у нас в аверон хорошо значит у нас давать сейчас посмотрим пастуха звуковой паралич понятно что наверное заглушает всех кто находится в этом радиусе звуковая ловушка наверное и так понятно привлекает внимание усиление а усиленная осколочная граната ну как по мне это просто обычная граната взрывается может чуть мощнее но как по мне это просто обычная осколочная граната и акустическая защита то есть я так понимаю что он не подвергается урону рядом с гранатами давайте посмотрим как этого перца зовут улуру значит у него есть базука на самом деле это не базука а поставка боеприпасов но я почитал за нее это типа базуки то есть как ты выпускаешь боеприпасы у тебя правда летят боеприпасы но когда они приземляются не разлетаются на 4 типа маленькие гранаты и все вокруг взрывают так потом у нас есть усиленные крытье наш говорю тут очень многое взято из батлы тандемный зажиг зажигательный боеприпас что-то интересно но это как-то или молотова наподобие коктейля молотова что-то просто усовершенствованы закаленный бою это он не про у него есть получается защита от ультраволн дальше луна за которую я играю я считаю самый сильный потому что вы сейчас увидите у нее есть у луны есть такая интересная фишка как просветы через стены вообще через все что угодно значит поэтому я за нее и играю и приятно с арбалетом играть дальше развед стрела точно надо разведывать что находится вокруг 50 и и например запустишь на какой-то открытой дистанции далеко-далеко вперед она будет все просвечивать тебе вольт стрела это стрела которая создает электрические токи вокруг себя усиленная осколочная граната ну по гранатам я принципе раз разницы не вижу как по мнению взрывается все одинаково анализ врагов да вот это еще интересная фишка что если ты попадаешь по противнику он он подсвечивается сильная очень сильная красным цветом и это видно через всю карту поэтому я считаю что у меня это конечно топ-1 дальше у нас люто волк это топ-2 потому что у него три гранаты в руке это на самом деле слишком боевая вещь но а за остальные классы вообще не вижу смысла играть потому что они все бесполезные ну может кто-то найдет своего сказать любимца так тема подожди хаклоу а клоу и зовут лимит ваня тоже проживаешь мы давать последний последнего оперативника посмотрим а клоу the card сигнала то есть как я понял это значит она запускает от свой компьютер и вот если присмотритесь и видно такую оранжевую линию полосочку нить справа снизу и она на показывает направление противника на нем не указывает те точно и как далеко противник но она указывает примерное направление противника дальше есть flash дрон он флешит противника и летит только прямо о им нельзя управлять нож данных хоть прочитаем что здесь написано бросает нож данных взламывает при ударе ближайшие электронные приборы на короткое время вводит из строя их да то есть она еще и повреждает электронные приборы и бесшумные просто я думал это имба и хотел сначала взять ее но я так попробовал и понял что она на самом деле шумит но просто чуть-чуть тише поэтому не стоит она того я играю сейчас зову нас не считается прямо самым интересным оперативником давайте перейдем к транспорту значит есть танки здесь какие-то бтр очки до бронированные тигры еще такое я не спец под техники именно попал военной техники вертолете есть интересно конечно это я так понимаю патчи до похоже очень ну и рейтинг понятное дело еще не доступен так какая-то все еще демо версия давайте перейдем туда тактическую суматоху это режим аркала давайте так просто буду назвать потому что тарков все и так у всех на слуху и все прекрасно понимают что я имею ввиду значит это я вчера собирался уже в рейд я вчера сходил 2 рейда мне понравилось это то что тебе это то что выдается на старте вот где-то досюда вот да вот под этот шлем это все выдается стандартно вот это я вчера залутал за 2 рейда значит три пушки две пушки залутал плюс вот эту м1 а4 которая стоит двести тридцать тысяч я ее тоже вчера залутал среда но я решил что я буду с ней бегать потому что она слишком бол и она очень там три прицела трехкратной полторушечка и плюс еще потом а цевья стрелять очень круто очень это оружие а тут все так стандартно все как в таргане давайте перейдем к оперативникам здесь можно тех же самых оперативников использовать которые можно использовать например пвп режиме и они имеют те же самые характеристики поэтому я считаю что луна бесконечными стрелами это очень имбовая вещь потому что можно все время тут ты стрелу выпустил она перезарядилась и ты можешь так просвечивать себе путь например до эвакуации это очень крутая фича давайте за оперативником может поговорили давайте перейдем в отделы отделы это наподобие контрактов то есть вот например здесь можно выполнять какие-нибудь задания вот командиров и получать за них вот какие-то награды в принципе очень легко разобраться просто за вам нужно самое главное не забывать это просто заходить сюда и иногда нажимать подтвердить чтобы вы начали проходить те или иные задания да здесь вот показывается еще раз оружие это еще кстати не заходил но это интересно посмотреть это вот какое оружие есть как из какое снаряжение есть ну пока еще не немного но я думаю на старте игры этого в принципе достаточно здесь есть какие-то оружейные ящики я еще пока в это точно не разобрался но я буду играть в эту игру очень плотно и обязательно как разберусь вам дальше буду рассказывать какие есть магазины здесь обвесы для для инострельного оружия вот можно посмотреть сразу ящики с боеприпасами ящики с предметами облик оружия так понимаю это это первый скин который есть в этой игре то есть на м16 есть какой-то песчаный скин аукцион на аукционе можно закупаться вот да как я сказал уже в этом режиме чуть больше выбора оружия чем хотя может и нет может мне показалось хоть да мне кстати наверно показала здесь наверно то же самое куда но тут прям рядом вот написано цена очень немаленькая цена всякое здесь снаряжение есть обвесы также для оружия вот может по категориям выбирать боеприпасов тоже все лишь три видно да а нет ну да под каждый калибр еще разные боеприпасы по пробивной способности коллекционные предметы ну да это тоже все можно среди вытаскивать расходочные предметы ну да там бы зеро это ящик пока не знаю ключ к а это ключ карты от дверей я понял тайная база слушай вот это я еще не видел это наверно тайник какой-нибудь понятно это улучшать свою базу на которой мы сейчас находимся как типа как дома давайте я пока с этим еще не разобрался посмотрим потом хорошо оружейник опять оружейник ладно нет что-то оружие побольше смотри сколько или ставит надо был в режиме оружие поменьше что еще хочется сказать настройки есть такие разные игра выглядит на самом деле я поиграл неё она мне показала что выглядит хуже чем арена баркаунт я понимаю что это тема но например вот пвп режиме если вы даже попробовать эту игру скачать да если вы захотите эту игру скачать она бесплатная это раз пока я не знаю скорее все это пока только демо версия поэтому бесплатно не знаю но например в пвп режиме и игра выглядит прям очень отстала а вот тарка в режиме будем так этот режим называть не давайте наживать называть правильно тактической суматохе игра выглядит хорошо реально хорошо карты хорошо проработаны я попробую для вас даже записачей футажи давайте пробежимся я еще хотел показать просто настройки для тех кто это интересно это будет конце видео но я вам покажу их потому что я только сейчас не первый раз зашел хочу тоже посмотреть здесь можно эффект удара изменить это значит какая типа кровь будет выливаться у противника я вообще не знаю чем это добавили ну да игра выглядит так же как и на этой картинке но я думаю графика возможно будет улучшаться здесь можно изменять всякие чувствительности мышки например из вертолета из танка чувствительность прицела стрелка здесь можно это хорошо настроить система прозрачный экран колеса отметки пока с этим надо разбираться я просто вам покажу и одновременно сам посмотрю клавиатура мышь чувствительность мыши здесь еще раз можно настроить да это все больше вниз нельзя повернуть интересно вот это автоматическое изменение увеличения прицела как это будет реализовано то есть но откуда игра будет знать какой мне прицел в данный момент нужен экран и взаимодействие и транспорт ну да это просто кнопочки экран показать параметр производительности ну давай включим где они показываются будут непонятно показать подробный совет проспективу угол обзора пехоты вот это интересного сделаем побольше я люблю где-то под 90 градусов вот это интересно угол обзора наземного транспорта угол обзора самолета то отлично значит язык речи только английский а язык текста можно выставить тут достаточно много разных языков можем принципе поискать что-то для себя они кстати немного английский французский немецкий испанский и русский да это все класс графика вот по графике тоже интересно у меня высокая давай поставим ультра может мне даже так больше понравится вот вроде игра даже стал получше выглядеть аудиосистема то есть аудио просто общий основной огромный джим вывода звука ну да вот можете посмотреть интерфейса и полит политика и все это все принципе настройки да вот мы сейчас изменили с вами немного графику игра стала выглядеть поприять поприять ладно побежала вам записывать футажи и скорой встречи я кстати регулярно буду стримить эту игру подписывайтесь и